Я вас приветствую, братья и сестры. Мир вам! Да прославится имя Божье на этом месте, в наших сердцах, в этом собрании. Пусть Господу несется слава. Я прочитал место Священного Писания. Другая – это притча, которую говорил Христос. Это 13 глава, 24 стих и ниже. Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы дома владыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы, выдирая плевелы, вы не выдерли вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Но во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою». И я пропускаю, читаю с 36-го стиха. «Когда Иисус отпустил народ, вошел в дом, и приступивши к нему ученики его сказали, «И здесь не нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, в поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого, враг посеявших их. Есть дьявол, жатва есть кончина века, и жнецы – суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века этого. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и вернут их в печь огненную там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать да слышит». Братья и сестры, Христос ясно и хорошо объяснил эту притчу. И можно сказать, что тут нечего как бы добавить или убавить, или как-то растолковать по-другому. Братья и сестры, я очень часто слышал проповеди на разные притчи, на разные места Писаний. И бывало такое, что один и тот же стих я слышал две проповеди, и они вот так вот противоположные. И послушаешь одну проповедь – все правильно. Послушаешь вторую проповедь – тоже все правильно. И вот притча, братья и сестры, вы внимательно слушали, я не спешил. Христос все объяснил. Тот, кто сеял – это Сын Человеческий, это Христос. А пшеница – это мы с вами, это сыны Царствия. А плевелы – это сыны Лукавого. А кто посеял эти плевелы, Христос сказал – это враг. А поле – это мир, вот земля, где живут люди. А жнецы – работники жатвы – это ангелы. И все понятно. И вот такой вопрос, братья и сестры, а кто уснул, когда пришел враг и посеял? Вот Христос сказал, когда люди уснули, пришел враг и посеял. И вот работники пришли к владыке и говорят, владыка, откуда плевелы выросли? Братья и сестры, этот вопрос я задал специально. Вот по притче получается, что уснул хозяин жатвы вместе с работниками. А Библия говорит, не спит и не дремлет хоронящий Израиль. И сатана не спит и не дремлет. Они в этом не нуждаются. Для чего я это говорю, братья и сестры? В притче есть один смысл. Не два и не три. И смысл этой притчи, то, что Христос хотел сказать, Он во всех притчах, Он приоткрывал для людей тайны Царствия Божия. Он приоткрывал. И в притче смысл такой, что праведники, они войдут в Царство Отца, будут сиять как солнце, а делающие беззаконие и делающие соблазны, они в Царствие Божие не войдут. Вот это только один смысл. Ничто худое туда не войдет, а только доброе. Я беседовал с одним человеком, он так раскладывал мне притчи, знаете, и вот как бы, он мне прямо по этой притче говорит, если ты плевел, ты никогда пшеницей не станешь. И говорит, это невозможно. И он объясняет по причине, что это невозможно. И если вот буквально смотреть, да, невозможно. А если ты пшеница, то ты не можешь стать плевелом. Братья и сестры, вот есть так написано в Священном Писании, Бог говорит, я простру сапог свой наедом. То если буквально смотреть, то что Бог ходит в сапогах? Нет, он в сапогах не ходит. И если смотреть буквально вот сравнивать по плоти притчи или места Священного Писания, они часто не подходят. Ну вот, к примеру, знаете, написано за язычников, вот как мы из языческого народа, может, кто-то из нас тут есть евреи, я не еврей, и написано, что вы как дикая маслина привились к доброй маслине. Так написано. Братья и сестры, у моей сестры, я никогда этим не занимался, но у моей сестры я видел дерево абрикоса, и к ней привили веточку персиков. И вот эта веточка, она абрикосы не приносила. Она приносила только персики, а привита к абрикосе. И если взять дикую маслину и привить к доброй маслине, то дикая маслина будет приносить дикие ягоды. Это так устроен мир, так устроена природа. и если взять вот кто у нас у многих есть сады, если взять любое растение и за ним правильно ухаживать, будут хорошие плоды. Когда-то давно, лет 15 лет назад меня жена попросила, говорит, давай посадим помидоры. Ну давай. Я никогда не садил, я вырос в апартнентах всю жизнь прожил с родителями. Посадили мы помидоры, братья и сестры мы их не кушали. Во второй половине сентября они немножко начали краснеть, а потом уже холодно и все. А в этом году я помидоры начал кушать в конце июня, потому что я почитал, посмотрел, как правильно ухаживать. И я создал им условия. Пленку натянул, хитр поставил, фен туда поставил, удобрения подсыпал, все, взял хорошую рассаду дорогую, купил большую, и я кушал, и я кушал их все лето. И сентябрь, и в октябре кушал. И это закон природы. Если сделаешь правильные условия, будут у тебя правильные плоды. Бог сделал правильные условия для израильского народа. И он им на примере сказал, что, говорит, я взял самые лучшие лозы винограда, самые лучшие, и очень хорошую землю удобренную посадил, удобрил, окопал, ограду поставил, чтобы никто там ни корень не подкопал, ничего, все, все сделал. И я ожидал, что должно вырасти хорошие ягоды, а ягоды были дикие, кислые. И он обращается к израильскому народу, говорит, что я еще не сделал для вас, что, почему так? То вот если рассуждать, братья и сестры, оно по плоти так, по духу немножко иначе. Или вот такой есть пример, братья и сестры, написано, за все благодарите. Да, так написано. Это было в нашей церкви, там, где я жил, на Украине. Я помню, как сейчас, знаете, молодой брат, ну, где-то начитался, где-то насмотрелся таких проповедей. И вот, когда объявляли за нужды, он встает и говорит, братья и сестры, поблагодарите Бога, у меня жена попала в больницу. Ну, как-то оно звучит очень плохо. Обычно мы просим помолить, и чтобы Господь овел милость. Один из братьев ему задает вопрос, а хочешь, мы помолимся, чтобы она и не вышла оттуда. Оно как бы смешно, но вот так есть. За все благодарите. Один человек благодарил так. Господь, я благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь. Благодарю Тебя, что я не злодей. Благодарю, что я не прелюбодей. Я два раза в месяц, два раза в неделю пастюсь, я десятину отдаю. И Христос такую молитву не одобрил. Братья и сестры, мы не благодарим Бога, когда наши дети смотрят в мир больше, чем на небо. Мы же за это не благодарим, а мы за это плачем. И Христос сказал, плачьте о себе и о детях ваших. И это правильно. К чему я это все говорю, братья и сестры? К тому, что, знаете, последнее время очень много мы можем слышать проповедников, очень много информации. И говорю к тому, чтобы мы могли различать истину Божию. Христос сказал, познайте истину, и она сделает вас свободными. Свободными сделает. Знаете, я тоже довольно часто слушал современных таких проповедников, и в этих проповедях очень часто проскальзывает, вот все вроде бы правильно, все очень правильно, но очень часто у них проскальзывает психология и философия. И Павел говорит, смотрите, чтобы вас кто не увлек философией. И вроде бы как все правильно, но оно не отражает истину Божию. Если ты плевел, и по растению, оно никогда не может стать пшеницей. А по духу, если ты сегодня плевел, вот плевел, тут Писание говорит, я прочитаю, кто это такие, и пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие. Если ты сегодня делаешь беззаконие и соблазн, то ты сегодня плевел. И ты можешь стать пшеницей, ты можешь покаяться и делать правду. Если будешь делать правду, то ты будешь праведник. Так говорит Священное Писание. Если так написано, Иезекиил пишет, если праведник сделает неправду, то вся праведность ему не вспомнится. То здесь Писание говорит, если праведник сделает неправду. Праведник тот, кто делает правду, кто живет поистине. Это человек праведник. И Библия говорит, что Бог воздаст каждому по делам его, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И пусть Господь нам поможет, братья и сестры, чтобы нам быть пшеницею, чтобы принести плод для Бога. Если так написано, я скажу своими словами, или могу прочитать, знаете, я прочитаю, а потом скажу своими словами. «Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злаком, полезна тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодно и близка к проклятию, которой конец сожжения». Своими словами, что та земля, за которой ухаживают, поливается дождь, и если эта земля произрастает добрые плоды, она полезна для того, кто ухаживает за этой землей и получает благословение от Бога. А та земля, которая произрастает плохое растение, то конец этой земли проклятие и сожжение. И пусть Господь нам поможет, братья и сестры, быть пшеницей, чтобы принести добрый плод для Бога. Иоанн пишет так, что «И тем прославится Отец Мой Небесный, если вы принесете много плода». Если вы принесете много плода. Братья и сестры, я прочитаю, Исайя пишет 43-я глава, два стиха. Это 7-й и 21-й стих. «Каждого, кто называется Моим именем, кого я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». И 21-й стих. «Этот народ я избрал для себя, он будет возвещать славу Мою». Мы видим, что Бог образовал, избрал народ для славы Своей. Он будет возвещать этот народ славу Мою. И поэтому Бог хочет, чтобы через нашу жизнь, чтобы в нашей жизни прославилось имя Бога. И поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы принесли тот плод для Бога, который принесет славу Ему. Братья и сестры, в притчах я сказал один смысл, но в притчах есть просматриваются духовные законы. Духовные законы. И вот, к примеру, Христос говорит, что та веточка виноградная вот на лозе, я говорю, есть лоза, а вы ветви, а отец мой виноградарь. И он смотрит за этим виноградником и говорит, та веточка, которая приносит плод, отец мой заботится об ней, чтобы она принесла больше плода. Больше. И он обрезает другие веточки. У кого есть виноград, то он хорошо это понимает. У кого нету, все равно понимает, что следят за виноградом и смотрят, ага, на вот этой веточке уже есть маленькая зависть, а на это нету. Раз ее отрезают, очищают, просматривают. Одна цель, чтобы было больше винограда. А если эту веточку не убрать, она сок сосет рядом, веточка, на одной есть плод, на другой нет, она сосет сок, ее нужно отрезать, потому что она просто сок сосет, а пользы никакой. И больше сока будет идти на другую веточку, и будет больше плода. А если одна веточка вокруг много таких пустых веток, они заглушают эту ветку. И вот, братья и сестры, Христос говорит, что худое сообщество, оно возвращает добрые нравы. Вот если ты сегодня плодоносишь, а у тебя друзья не плодоносят, вот ты пытаешься, чтобы через твою жизнь пришла слава Божья, а у тебя друзья, которые бесславят Бога, они не пытаются жить так, чтобы имя Божье прославлялось. Они тебя развратят. Так говорит, это Христос сказал, что худое сообщество развращает добрые нравы. А Соломон пишет так, кто общается с мудрыми, впоследствии будет мудрый, а кто дружится с глупыми, тот развратится. И вот, знаете, вот духовные законы, они срабатывают с плотскими законами. Иногда срабатывают. То пусть Господь нам поможет, братья и сестры, заботиться о том, чтобы наше сердце было чистое. И чтобы наши друзья тоже были чистые, плодоносные. Библия говорит так, что если ты будешь чист от всего, ты будешь угоден Богу на всякое доброе дело. Если мы будем заботиться о себе, жить победоносной жизнью, жить жизнью очищения и освящения, то мы будем плодоносны. Братья и сестры, мы будем плодоносны. И вот сегодня вопрос такой, кто я сегодня? Плевел или пшеница? Братья и сестры, я прочитаю одно место Священного Писания. это записано к филиппийцам, 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Братья и сестры, очень такое жесткое сказанное здесь и тяжелое. Павел говорит, что многие, о которых я вам писал, были верующие люди, которых знал Павел, и он филиппийцам об них писал и что-то рассказывал за них. он благодарил Бога за них, рассказывал какие-то полезные вещи для этой церкви. Это были верующие люди. И Павел говорит, а теперь они поступают как враги креста Христова. Это ужасно. И вот если задать вопрос, как вы думаете, а среди нас есть такие люди, которые так поступают, как враги креста Христова. Ну вот знаете, вот сразу внутренность говорит, что нету. Нету таких. А если сказать по-другому? А есть среди нас враги Божьи, немножко мягче, по-другому смотрится? А если чуть ниже опуститься? А есть среди нас, которые любят мир? Это мягче. Это мягче. А Библия говорит, тот, кто любит мир, тот становится врагом Богу. И кто дружит с миром, дружба с миром, это вражда против Бога. И Павел говорит, поступают как враги Христа Христа Христова. В том смысле, что Христос пошел на крест, чтобы очистить нас, осветить. И есть такие люди, которые этим пренебрегают. Я как-то встретил недавно одного юношу, я говорю, а что это за оборванец такой? А он не знает этого слова. Я ему объяснил, что такое оборванец. Это член церкви. А что такое оборванец? Он весь был в дырках. Вот все брюки порваты вот такими дырками, все на нем. Я пытался ему объяснить, что ну это христианину неприлично. Это неправильно. Он говорит, ты что? Я такие деньги за них заплатил. Это очень модно. Это очень модно. Как-то встретил другого. Ну может для меня он юноша, для кого-то он не юноша, уже отец, дети, член церкви. Вот так выбрил голову, вот здесь оставил такую полосочку и вот здесь на макушке завязал такой хвостик. Я говорю, ты зачем ты это сделал? Меня сердце не осуждает. А что сердце не осуждает? Все, свободен. Есть так написано, братья и сестры, если нас сердце осуждает, то тем паче Бог. Да, есть так написано. Братья и сестры, я прихожу на работу, приходит мой супервайзер и танцует. Вот он заходит в шап и танцует, очень довольный. И рассказывает, почему он довольный. Он всю ночь делал грех. беззаконие. Это в черном списке написано, что такие Царствия Божия не наследуют. Его сердце не судит. Он довольный. Он всю ночь провел в грехе. И он танцует, он довольный. А есть так в Библии написано, если сердце осуждает. Братья и сестры, это для тех, у кого чистая совесть, у которого совесть освящена кровью Иисуса Христа. И если ты что-то сделал и сердце ойкнуло, да, такое бывает, такое у меня бывало, и думаешь, лучше так больше не поступать. Христос бы так не поступил. Это нормально. Ну, а бывает же, когда люди отвергают добрую совесть, так в Библии написано, и совесть их не судит, и они терпят кораблекрушение в вере. И апостол Павел говорит прямо, если вы живете по плоти, то вы умрете. Братья и сестры, пусть Господь нам поможет возрастать на поле Господнем пшеницей, и чтобы через нашу жизнь прославилось имя Божье, и чтобы нам принести много плода, и чтобы плод наш пребывал. Так написано, чтобы плод ваш пребывал. Пусть имя Господне прославится в нашей молитве, в нашем служении. Как я уже прочитал, Исаии написано, этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Пусть имя Господне прославится. Аминь. Помолимся. Боже, правильный, Боже, святый. Боже, Честь тебе. Так намен здесь тебе. Аминь. Боже,